а здрасте а всем друзья привет уленьки и у нас продолжается золотой колос и как наверное по названию этой серии вы уже догадались сегодня мы купим ферму но для этого надо будет сделать несколько действий но для начала друзья я вам пару слов скажу о том что у нас произошло за последнее время потому что много про что я честно говоря забыл значит смотрите у нас тут есть поле льна на седьмом нужно извести ее так и не разбросал потому что лень мое второе имя вы знаете об этом на шестом еще не нужно но скорее всего после этой уборки уже нужно будет поэтому я потом все поле закидаю также друзья у нас прошел закрытый стримец на котором мы убрали лен продали его и собрались него тюки и я их вот тут поскладывал оба раза получилось по восемьдесят шесть штук и посчитали мы на этом стриме что на самом деле можно было уже продавать тюки и покупать себе ферму но вот что-то как-то я не знаю не стал я рисковать перед этим и подсчетами заниматься и поэтому решил этот цикл еще раз провернуть на стриме у нас было 700 тысяч под конец стрима или 800 даже но случилось неприятная штука если мы откроем баланс и посмотрим прошлый день у нас есть другое 503 тысячи денег в минусе случилось случайное событие случилось случайное да короче в мой дом попали пробрались воры и грабанули меня такое у меня уже было на тестовых короче версиях и да у нас сейчас опять нехватка денег можно было бы конечно собрать еще тюков этих кроме того что будет с этого поля но мне друзья вообще не хочется то есть все я уже был нацелен вот сейчас вот проснуться и сесть за запись и записывать серию в которой я буду покупать ферму я это сделаю мы ее сегодня все равно купим здравствуйте трактор трактор приехал он сейчас он будет помогать с уборкой риск какой красивый трактор у меня зелененький да так вот что я хотел сказать мы в любом случае купим ферму сегодня без этого никуда для этого надо сначала будет убрать поле еще кстати на стриме выпадал срочный груз но разумеется я от него отказался я не помню там то ли йогурт и короче какую-то хреновину которая на производствах у нас добывается а у нас разумеется нету производств поэтому ну разумеется я от этого отказался вообще у нас нет ни одного хранилища где можно что-то срочно взять еще выпадал мне контракт на сахарный тростник но я подумал что я вообще не хочу этим заниматься от слова совсем давайте кстати еще глянем на статистику у меня один выполненный контракт на лен был который был соответственно в прошлой серии два раза мы убирали это поле или 3 у нас уже 14 гектаров обмолоченная площадь и соответственно две единички рейтинга это мне тоже дает довольно таки много времени я тут провел в этой игре уже и поэтому это еще плюс 5 рейтинга у нас есть два поля наших это тоже по рейтингу по единички собственные объекта идет итогу 10 а если мы заглянем статистику то увидим что уже 118 контрактов было выполнено вот такой вот я психопат кстати да спрашивали на стриме по поводу того как назвали нашего героя я все время забывал об этом сказать короче нашего героя зовут афанасий из предложенных мне имен от 2 серии не помню под какой мне понравилось именно это имя будет у нас теперь афоня а почему бы и нет и еще кстати друзья тоже новость по поводу выхода серий короче говоря в этом плейлисте в котором находится эта серия и прошлые стримы которые нумеровались дальше будут только серии которые будут выходить один-два раза в неделю примерно но я по крайней мере буду стараться так делать а как оно получится хрен его знает посмотрим стримы иногда тоже будут продолжаться но они скорее всего будут на всякие контракты на всякий гринд на всякие такие работы которые вот можно постримить но так как там сильно смысловой нагрузки не будет то разумеется в этот плейлист я их вставлять не буду и нумерации у них тоже никакой не будет короче приходите на них будет весело а еще на всякий гринд иногда у нас спонсорские стримы такие знаете закрытые в болтушечные так что если хотите еще их смотреть то вы знаете что делать и вообще огромное спасибо всем кто поддерживает это прохождение и канал вообще в целом прям спасибо-пасибо без сарказма честно-честно ладно в общем то что мы делаем друзья смотрите 8 часов утра у нас стрельнуло я как раз вот эти вот все беседы пустые я тут хожу брожу не знаю зачем у кого-то может быть уже эпилепсия началась от смены кадров такой резкой но все равно если вы смотрите youtube значит вы к этому готовы мы друзья идем с вами в риэлторское агентство обязательно здесь у нас ферма до этой кучей контрактов я уже нафармил кучу лояльности много на кого например вот дарья мирошников но я правда на цели на ее контракты выбивал потому что мне нужна ферма мы делаем запрос агент связался ожидайте ответа принципе много у кого тут уже сотка у анастасова станислава 95 мамаевский короче да много у кого вы поняли как это работает много контрактов много лояльности все логично возвращаемся мы на поле друзья ну в общем то какая наша задача идет перед покупкой фермы это поле нужно убрать и все продать этот лен он стоит увы недорого прям от слова совсем недорого а также потом нужно будет все вот это вот дело солома которая будет переворошить заволковать затюковать и собрать вот такие вот прекрасные тюки и вот эти тюки уже будут стоить кучу денег мы их все отвезем и продадим куда-нибудь ничего говорить про куда-нибудь если можно посмотреть про сухую солому льна кацкая фабрика принимает еще миллион шестьсот пятьдесят кубов по моим подсчетам тут будет около 600 по моим подсчетам мы должны заработать около 650 тысяч с этих тюков если мы правильно вчера посчитали начнет это работать только в десять часов утра поэтому два часа есть на уборку и в общем-то ребята погнали работать а для вас это все пройдет относительно быстро вот Whatever sound the time that I come around you seem you got another man trying to keep you down ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА I made the game that you're trying to play, you know, I think that maybe you should know, this ain't my first rodeo. I've been around long enough to know, there's some things you can't take back, there's some things you just got to let it go. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вроде как, сейчас обновилась карта и в 2 часа дня идет опять-таки обновление всего этого дела. По крайней мере, довозы на покупку там грунта условно, семян удобрений и прочей фигни проходит в 6 утра и в 2 часа дня теперь. Поэтому я предлагаю промотать время и понадеяться на то, что у нас будет возможность все это дело продать. Потому что я отвез везде, везде, где только можно, я везде поотвозил. И самое плохое это то, что ценник рухнул. Это мне не нравится. Но мы промотаем немножко времени и посмотрим. До 2 часов дня. Если это не сработает, то мы просто вот это вот оставляем здесь как есть и продолжаем упарываться контрактиками. А на следующий день уже тогда продадим. Упс, 2 часа дня наступило. Тогда лезем в цены. Смотрите, например, вот обогащенный грунт, который надо покупать. Оп, вот его сюда миллион завезли. Примерно. Так что надеюсь, надеюсь, надеюсь. Такая солома льна. Да, 975 кубов теперь сюда доступно, но по 130 евро. Мне эта цена не очень устраивает. Хотя, с другой стороны, нам-то деньги нужны. Но с другой же стороны, у нас тут осталось их совсем немного. Два прицепа. Продал я намного больше. Сейчас мы на калькуляторе тут быстренько посчитаем, что нам надо. В итоге у нас осталось 57 тюков. Если перевести это в литры, то получится 228 кубов. Сколько оно там стоит? 130. Слушайте, а по-моему, ценник растет постепенно. Если мы эти тюки прямо сейчас продадим, то мы получим 29 тысяч. Это очень мало. Когда мы все это дело продавали по 600 с копейками, там получили бы 150 тысяч примерно с копейками или чуть меньше. Знаете, меня это не очень устраивает. Я за такую цену это продавать не хочу. Поэтому мы, друзья, оставляем тогда вот это здесь. И сегодня базу мы, видимо, не купим. Черт, ну неприятно же. Неприятно. Все не слава богу, а? Знаете что, друзья? Наверное, я тогда сегодня проведу стримец. Мы пофармим бабло. Поработаем вот на этих вот уборках урожая. Посев делать я прям точно не хочу. И я, грубо говоря, вернусь к вам уже после стрима. Да. Друзья мои, друзья мои. Прошу прощения за мой фейл, который сейчас случился. Я, в общем-то, решил не ждать стрима, а воспользоваться помощью, которая есть у нас. Финансовая, скажем так, подушка безопасности. В общем-то, что я сделал на самом деле? Я продал крузака за 120 тысяч. Я перегнал его в магазин. И в магазине его можно было продать за 120 косарей вместо 100, чем через меню. Также мы в прошлой серии купили фуражный прицеп, и за 70 тысяч я его тоже в магазине продал, потому что он мне нахрен не нужен. И еще у нас было два культиватора. Даже три. Один чизель, которым я, собственно, работаю. И два маленьких по три метра. Один мы купили на старте карьеры, а другой нашли в кустах. Я, в общем-то, по десятке это тоже продал, и в итоге у нас насобиралось миллион двадцать шесть тысяч евро. Чуть больше. Потом я взял кредит на 400 тысяч на всякий случай, ибо, ну, в общем-то, нужен кредит, да. Мало ли, неизвестно же, за сколько мне продадут ферму. И ферма продалась ровно за миллион двадцать шесть. Ровно столько, сколько у нас было. У нас осталось 900 евро в остатке, но мы купили ферму. И потом я еще за 300 евро купил себе бак семян, один куб. Будем сеять сою на нашем поле, потому что сеять эту самую. Лен продолжать смысла нету, ценники просели. В общем-то, этого товарища мы отправляем, что-то он кругами решил поехать, но неважно. Отправляем на шестое-седьмое поле, он туда приедет и начнет там сеять, и будет ездить пополняться. Правда, пополняться ему на самом деле нечем. У нас, друзья, нет денег даже на семена. В общем-то, придется опять дрочить контракты. Один поддон соевых бобов стоит 782 евро. Если верить расчетам, умным расчетам, скажем так, на шестое поле требуется 864 литра семян, а на седьмое 795. Плюс есть маленькая еще область между ними. Я пока таблицу еще не делал, чтобы общее, общее объединенные поля сделать. Но, в общем-то, эта информация уже в каком-то виде да есть. Соответственно, если мы, друзья, купим 1000 литров семян, а нам не хватает денег на 1000 литров семян. Причем совсем немного не хватает. Вот как же так-то, а? Ладно, 379, давай. 379. 969 литров семян. Покупаем поддончик. И у нас остается 0. Вот так мы и живем. На самом деле, можно было пойти продать пару тюков соломы. Кстати, может быть ценник на них вырос, а? Вот скажите, что вырос. Что он растет, что он будет не 130, пожалуйста. Нет, он 130. Видимо, нужно ждать новый день. Жаль. Жаль, конечно, да. В общем-то, этот поддон мы оставляем здесь, потому что сюда приедет фэнд, который будет пополняться. Он уже пошел сеять. Там также ездит у нас фиатик, который это все делал. Хотя погнали на поле, че ешь я там. Он уже давно ездит, тут все это дело чизель культивирует, если можно так выразиться. А также, вон, фэнд приехал только что и начал свое темное дело, то бишь он сеет. Блин, еще известь сюда нужна, но твою мать, где денег взять на все? Зато, друзья, зато мы купили ферму. Наконец-то мы купили ферму, мать его. Вот она, теперь вот это вот все наше. И это классно. Обязательно когда-нибудь построим здесь автомойку, расширим элеваторы, построим овощное хранилище, построим гараж. Тут много всего можно строить. Это тоже все обязательно будет. В первую очередь она нужна, конечно же, из-за вот этих вот гаражей, которыми мы пока что не можем пользоваться, что самое главное. Или можем? Нет, не можем. Сейчас у нас гаражи доступны только через меню, а в меню, чтобы их получить, нужно 30 рейтингов. У нас его нету и появится он, скорее всего, не скоро. Гаражей много здесь. Есть вот такой вот большой ангар. Можно еще построить один, тоже большой. И есть маленькие гаражи. Я, в общем-то, с учетом того, что есть автодрайв, и это прекрасная штука, я, наверное, сделаю парковку во все эти гаражи. А может быть под навес, я еще не знаю. Ну, короче, парковочные места мы как-нибудь сделаем. Скорее всего, это тоже будет на стриме. А скорее всего, может быть, даже этот стрим уже и прошел. А может быть и нет. Я пока не знаю. У меня сегодня четверг, а серия выйдет только в понедельник. Ну и разумеется, здесь элеватор и пополнялки для семян и для всякой вот этой вот фигни. И это прекрасно. Теперь автодрайв будет ездить пополняться сюда. А еще вон триггер сна, я насколько я понимаю. Да, сон. Оп, и можно поспать. Вы не устали? Ни хрена себе, откуда ты знаешь? Что ты взял? Устал я или нет? Я еще время почти ни разу не мотал. Он мне говорит, что я не устал. Здесь загружать семена удобрений гербицидов в транспорт. Что у нас здесь? Подсказочка. Загрузка семян удобрений гербицидов и извести из склада в технику. Загнать сейлку распределителя или другой транспорт в зону, обозначенную маркерами. Открыть подвижное меню фермы, кликнуть семена или удобрения, бла-бла-бла. В открывшемся меню склада найти груз, выбрать колесико мыши нужный объем, при необходимости справа от объема нажать стрелочку для загрузки. Это на самом деле не есть хорошо, друзья. Потому что, потому что да. Потому что он вряд ли будет пополняться по курсплею. Или по автодрайву. Возможно придется кликать вручную все время. Но здесь как было, так и осталось. Надо будет с разработчиками эту тему обсудить. Да, кстати, раз уж мы купили ферму, то вот такое вот у нас есть меню фермы. Зерновой склад вместимостью 7 миллионов 200 тысяч литров. Его можно расширить, как я уже говорил. Овощной склад есть, который тоже можно расширить. Точнее нет, можно построить второй. Это будут два разных склада. Есть склад сыпучих грузов. Он находится вон там, впереди, около ангара для поездов. Их тоже два. Один там с одной стороны триггер, другой с другой. Так что 3 миллиона литров можно хранить. Ну и склад семян и химикатов. Всякую херню здесь можно хранить. Ну и топливо, да. Топливо, заправка с другой стороны. Там тоже, правда, есть косяки с триггерами. Потому что все 19 ферма на самом деле. А вот то, что придется загружать вручную, это не круто. Это прям вообще не круто. Ну ладно, я думаю, что мы как-нибудь это переживем. Денег у нас, друзья, ноль. Поэтому впереди у меня опять-таки куча контрактов. Будем как-то это все дело, бюджет наш восстанавливать. Вот у нас покупка недвижимости. Миллион двадцать шесть. Ровненько, тютелька в тютельку, как и надо было. Что такое 589 другое, я не знаю. Это, наверное, мы семена возвращали. Также вот контракты, которые я сегодня повыполнял параллельно с уборкой. И мы продали тюков и льна на 444 тысячи денег. Плюс расходы на семена, расходы на топливо заправляться. Кто-то ездил. Расходы на удобрения, это для контрактов. И я еще свое поле самолетиком посыпал. Ну и продали мы техники. Как я говорил, крузака, два культиватора и фражника нашего. Да, фражный прицеп. Вот такие вот у нас доходы, расходы сегодня. Кстати, тут же должна быть собачка, которую мы назвали Федей в прошлый раз. И скорее всего, он до сих пор здесь остался. Да, вон он бегает. Федька, здорово. Ты смотришь все таким же не самым умным взглядом. Но ничего, собаки классные. Хорошо, что здесь не кот. Да ты не гавкай на меня, нахер ты на меня гавкаешь. Теперь мой, я тебя купил. В общем-то, друзья, как-то так все у нас получилось. На этом я, наверное, эту серию закончу. Если, друзья, вы еще не подписаны на канал, то подписывайтесь. Потому что впереди много всего интересненького. Сейчас как заживем. Скоро будет новая техника и новые поля. И еще куча всего нового. Еще паровозики сюда добавят. Будем на паровозиках потом кататься. Не знаю, когда, но будем. Вот это склад цепучих грузов. Короче, да. Кто не подписан, подписывайтесь. Черканите комментарий какой-нибудь, пожалуйста. Мне будет приятно. Я, знаете ли, люблю читать комментарии. И про лайкусики не забывайте. А если хотите смотреть серии заранее, а также стримы у нас иногда закрытые проводятся, вы можете оформить дешевенькую спонсорку. Тем самым поддержав меня не только морально, но и материально. Хотя там я не скажу, что это прям сильно сделает меня богаче. Короче говоря, друзья, всем огромнейшее спасибо за внимание. С вами был Никита Дилэй. Всем всего доброго и пока-ки. Субтитры сделал DimaTorzok